Добрый вечер. 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как всегда, по понедельникам «Археология Форбс». И мой ведущий сегодня замглавного редактора «Форбс» Николай Мазурин. Добрый вечер. Ну что сказать, не прошло и полугода, как снова трое мужчин сидят в этой студии и обсуждают футбол. Летом у нас была футбольная тема во время чемпионата европейского, когда как раз Россия выходила на Германию 22 июня, если бы она тогда вышла из группы. И мы обсуждали тему «Футбол как война». И, собственно, тема эта сейчас возвращается в наш эфир. Вы знаете, есть такая книга Николая Еременко, главного редактора «Радиоспорт». Под броским названием «Футбол убьет Россию». И вот я вспоминал этот заголовок, читая сводки, буквально военные сводки с недавнего матча «Динамо-Зенита». Вы знаете, дело даже не в петарде, которая была брошена с болельщинской трибуны «Зенита» попала во вратаря «Динамо». Соответственно, «Зениту» защитно-техническое поражение, как вы все знаете. Сегодня проводит он матч при пустых трибунах ЦСКА. Клубы оштрафованы и т.д. и т.п. Дело даже не в этой петарде, а, мне кажется, СМИ недостаточно раскрутили то, что перед матчем болельщики «Динамо» разбросали листовки, на которых были изображены хлебные карточки блокадного Ленинграда 42-го года, вот так уязвить болельщиков «Зенита». Вот этой вот совершенно вещью. Вы знаете, по-моему, это настолько уже за гранью добра и зла, что уже человек, я удивлялся это раньше, что когда там в Польше самолётики запускали фанаты, когда хотели уязвить поляков, как у них разбился премьер-министр на самолёте в Чехии, танк на трибунах нарисовали, напоминая 68-й год. В Эстонии писали «Хозяева вернулись». И вот что я думаю, понимаете, если бы все эти вещи, предположим, вот такие вот плакаты блокадные, вот такие вот самолётики или, скажем, петарды, брошенные на поле, происходили не на футбольном поле, а на митинге оппозиции, то мне кажется, что последствия юридические, судебные были бы гораздо тяжелее, гораздо сложнее для тех, кто всё это делает. А тут, как бы, понимаете, существует некая зона такая беззакония, зона насилия, зона низменных инстинктов, на которые государство смотрит сквозь пальцы, как на некие игры детей в песочнице, и, в общем-то, поощряет. Тема нашего эфира в том заключается, что государство, собственно, поощряет вот эту вот всю зону. И фанатов, и весь наш, собственно, футбол. Футбольный чемпионат содержится на наши с вами государственные деньги. И вот обозреватель Forbes Борис Грозовский, который сегодня у нас в студии, написал об этом колонку. Добрый вечер. Да, добрый вечер, Борис. Российский футбол бессмысленный и беспощадный. И вот мы хотели обсудить этот вопрос, почему, собственно, футбол должен содержаться на наши с вами деньги налогоплательщиков. И вот я сначала хочу задать тот вопрос. Вообще, объясните мне экономику нашего футбола, футбольного чемпионата. Это что, в основном бюджетные деньги? Ну, получается так, что в основном это деньги бюджета и деньги госкомпаний. Стадионы строятся за государственный счет. А клубы, конечно, государство не финансирует напрямую, но клубы содержат компании, принадлежащие государству, которые либо получают от государства льготы, либо получают от него ускоренное повышение талифов, как, например, российские железные дороги, которые содержат локомотив, либо располагают теми или другими льготами от государства. В любом случае, они поддерживают футбол за счет уменьшенной прибыли, то есть государство недополучает денег в виде налогов. Ну да, практически так получается. Николай, вот как вам, как футбольному болельщику, вот эта вот ситуация? То есть фактически здесь за счет всего объема населения, всего объема налогов поддерживается некий один специфический вид развлечения? Ну, во-первых, я хотел бы отметить справедливости ради, что не все клубы финансируются государством в том или ином виде. Все-таки есть и частные клубы. Например, «Московский Спартак», который принадлежит Леониду Федону, вице-президенту Лукоила, и его непримиримый соперник – клуб ЦСКА. Это тоже частный клуб, который принадлежит, ну, основной, по крайней мере, бенефициару – это Евгений Гиннер. А если говорить об остальных клубах, то да, так или иначе, даже клубы, помимо того, что клубы просто принадлежат государственным компаниям или квази-государственным, то некоторые клубы финансируются из региональных бюджетов. Ну, например, «Томская Томь» был известный случай, когда клуб терпел бедствие, болельщики администрации обратились к Владимиру Путину, и он фактически своим словом вынудил «Роснефть» и «Газпромнефть» финансировать. При этом, насколько я понимаю, «Томь» терпел бедствие из-за плохого менеджмента. Там были какие-то очень сомнительные сделки по покупке футболистов, когда, видимо, какая-то часть денег направлялась нецелевым образом. Совершенно верно. Я именно об этом хотел сказать, о том, что менеджмент в тех клубах, которые финансируются государством, он может быть на самом низком уровне. Зачем, собственно говоря, пытаться делать из клуба бизнес, да, какое-то прибыльное предприятие, если ты знаешь, что тебе в любом случае очередной транш выплатит «Газпром» или «ЖД». Ну, то я хочу вообще поставить вопрос. То есть футбол наш — это не бизнес, получается. Никто не ставит задачи получения прибыли. Это какой-то социально-политический проект. Нет, ну, представители клубов, безусловно, говорят, ну, по крайней мере, ведущих клубов о том, что они рано или поздно превратят этот бизнес, прибыльные предприятия. И, в общем, опять же, надо отметить, что «Зенит», несмотря на то, что он финансируется в основном «Газпромом», сделал существенные шаги в плане привлечения болельщиков, в плане грамотного управления стадионом «Петровский» в поиске спонсоров отличных от «Газпрома». У «Зенита», тем не менее, в этом году, насколько я понимаю, расходы выше доходов то ли в 4, то ли в 5 раз. У него же самый большой бюджет, у нашей премьеры деньги, правильно? Да, у него самый большой бюджет, порядка 150 миллионов долларов, по-моему. Причем представители «Зенита» говорят очень интересно. Вот у нас есть такие доходы, а такие расходы. Но бюджет у нас бездефицитный, потому что дефицит всегда покрывается «Газпромом». Хороший, то есть нами, нами, собственно, покрывается «Газпромом» и «Газгузкомпания». В этом отношении они могут потратить и в 10 раз больше, чем они получат, да, в доходной части, и сказать, ну, у нас такой дефицит, а «Газпромом» все равно профинансирует. Если так же бы считался бюджет Пенсионного фонда России, то не было бы никакой нужды в отмене или сокращении накопительных пенсий. Слушайте, а какой вот «Зенит» 150 миллионов, а какой в целом кто-то оценивал бюджет российского футбольного чемпионата? Ну, я думаю, это... Под миллиард? Под миллиард, да, где-то так. То есть самые богатые клубы «Зенит» — это больше 100 миллионов, ну, самые бедные — это, наверное, какая-нибудь Мордовия, ну, может быть, это там 15-20 миллионов. Но я думаю, что о прозрачности этого бюджета говорить вообще не приходится. Нет, абсолютно, да. Это опять только лишь оценки, и официально никто не раскрывает эти цифры. Обещал Геннер раскрыть, но пока не раскрыть. Ну да, учитывая, если я вот процитировал эту книгу «Футбол убьет Россию», он, конечно, пишет вот там Еременко об экономике откатов, о договорниках так называемых договорных матчей, о чудовищных совершенно распилах, и мы совершенно не понимаем вот эти вот озвученные цифры гигантских контрактов, там сколько 20-40 миллионов долларов, сколько реально получают футболисты, а сколько идет в качестве вот этих вот откатов. Вот это, конечно, удивительный феномен, потому что, как правило, футбольные клубы развивающихся стран, то есть если говорить не о Милане, Челси, Манхэттене, Ювентусе и так далее, а именно о футбольных клубах развивающихся стран, восточноевропейские, турецкие и так далее, они пытаются, ну, во-первых, выращивать футболистов самостоятельно, во-вторых, покупать, условно говоря, в странах третьего мира футболистов задешево, доводить их до некоторой кондиции, когда их можно продать футбольным грандом, а продают, соответственно, раза в два, в три, в четыре дороже, чем купили, и это один из факторов, который делает их бюджет прибыльным. Наши ведущие клубы пытаются покупать примерно так же, как Милан и Манчестер. Хочу напомнить нашим слушателям телефон наш студийный 6510996. Мне кажется, это тема, которая большую часть нашей мужской аудитории может затрагивать. 6510996, код Москвы 495. И вот я хочу такой вопрос поставить. Нужно ли нам в России отказаться от государственной поддержки футбола? Скажем, сделать футбол действительно частным предприятием, частным бизнесом, который будет вынужден зарабатывать на себя? 6510996. А вот вас я спрошу, собственно, это утопия? Вот как это на Западе происходит? Они сами себе, да, клубы полностью зарабатывают, они полностью на самоокупаемости, без каких-то крупных спонсоров? Да, ведущие клубы, конечно, они самоокупаемые. Более того, ведущие клубы, опять же, они являются открытыми акционерными обществами, публичными компаниями. Их акции торгуются на бирже. У них абсолютно прозрачная отчетность. Можно посмотреть, кто на что сколько потратил. Другое дело, что даже ведущие клубы подписывают так называемые спонсорские контракты, ну, с крупными компаниями. Допустим, там, Fly Emirates или Sun Tung, да, как учился. И какую-то часть бюджета покрывается этими деньгами. Но в целом на Западе это бизнес. Это не развлечение для элиты. И он окупается. Вот, Борис, я у вас читал в колонке, вот строят этот очень дорогой стадион Уэмбли, но он же, эти же затраты, они отобьются там лет за пять. Уэмбли это вообще поразительный случай. Но я хотел сначала сказать о клубах. Вот по Уэфа, по всем клубам, которые входят в лигу, картина такая, это приводится в финансовом докладе за последний год, который Уэфа подготовила. 35% доходов клубов, это продажа прав в телевидении, 20 билеты на стадион, еще 20 это товары с символикой и всякое прочее такого рода доходы. Получается 35 плюс 20 плюс 20, итого 75%. 35 это от билетов? 35 ТВ, 20 билетов и 20 товаров со всеми. Ну да, да, вот это. И остается 25%, которые, вот как говорил Николай, это как раз спонсор. Спонсоры, понятно, это как раз та доля, в которой клубы не самоокупаются. Ну, трудно назвать самоокупаемыми клубами, да, которые там обильно финансируются арабскими шейхами, да, или... Или российскими шейхами, да. Но получается, что ровно на три четверти в среднем клубы прокармливают себя сами. Интересная статистика. 65, 10, 99,6. А надо ли нам отказаться от господдержки футбола? Алексей Нариня. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вы знаете, вообще поддерживать коммерческие компании государство должно быть, ну, должно вообще, и сможет, вернее, но совершенно на определенных успехах. Значит, господдержка должна быть футболу. Ну, какому футболу? Детскому футболу, развитию, ну, в общем-то, физической культуре. Ну, да. В общем, в контексте, так сказать, и футболу. Строить, значит, там, искусственные поляки у нас, достаточно северная страна. Значит, создавать и содержать футбольные, там, колы, ну, общие такие, знаете, куда дети могли бы, в том числе, значит, и бесплатно учиться, и, скорее всего, и, скорее, бесплатно, как это было раньше. А поддерживать, значит, там, «Зенит», «Динамо», там, или «Сатурн». Ну, вот, мы забылись про «Сатурн», а вы, наверное, помните, что это была вообще муниципальная команда. Вот, и он содержался на деньги Московской области, там, вот. Ну, и «Зенит» содержится на деньги, там, в принципе, наши с вами, там, и так далее. Вот тут я категорически не согласен. Понятно. Такая, живут на свои, там, деньги. Как поиграют, так, как говорится, как потопаешь, так и полопаешь. Так и полопаешь. Как поиграют, так и получаются. Конечно, а получается, что им, в общем-то, по барабану, игра, значит, такая, что смотреть, значит, тошно. Люди, значит, на стадионы. Ну, мы, вот, дорогие, вот «Зенит» ходит, значит, там, в принципе, я сам еще болею за «Зенит». Значит, «Зенит» ходит, там, 20, там, будет для 5-миллионного города 20 тысяч, там, в стадион. По сути, в стадион 60 тысяч, там будет 30 тысяч сидеть, понимаете? А если дать им больше игра, там сломается игра. Будет, ну, я помню, когда ходило 200 человек, там, на этот «Зенит». Понятно, Алексей, спасибо, 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 да. Интересно, если бы «Зенит» играл, как «Ювентус», сколько бы народу приходило на матчи? Николай, как думаете? Ну, уже, да, к сожалению, нет нас на линии. Давайте еще послушаем. 65, 10, 99 и 6. Надо ли отказаться, вот правильно, кстати, сейчас Алексей сказал, не вообще от господдержки футбола, да, не детских школ, не зимних, там, теплых полей, а от поддержки футбольных клубов, да? Профессиональных. Да, профессиональных футбольных клубов. Дмитрий на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу поддержать предыдущего звонившего. Да. Вот абсолютно с ним согласен. То есть, ну, даже дело не в том, как играет «Зенит» или, там, другая какая-то команда, да, а просто вообще все эти «Газпромы», РЖД, они повышают тарифы за свои услуги. У нас там нет газификации каких-нибудь там дальних сел. У нас в нашей огромной стране нельзя нормально летом съездить родственников проведать, да, там, с ребенком. Это уже, как бы, ну, существенно. И вот эти вот, в кавычках, «нищие люди» имеют наглость, значит, выступать спонсором вот таких вот клубов. Чье самолюбие они тешат, мне вот непонятно. Да, хороший им хороший вопрос. Спасибо, Дмитрий. Действительно, чье самолюбие они тешат. Потому что, вот смотрите, вспомните это знаменитое высказывание Аршавина. То, что мы не оправдали ваших ожиданий, это не наша проблема. Это ваши проблемы, как он после последнего чемпионата Европы произнес. Так вот вопрос, а кто, собственно, стейкхолдеры нашего футбола? Ну, если говорить о «Газпроме», то самый яростный болельщик «Зенита» — это руководитель «Газпрома» Алексей Борисович Миллер. Ну да, собственно, этим все исчерпывается. Вы знаете, вот сейчас вернемся, сейчас уйдем на небольшой перерыв, и после этого вот как раз поговорим, собственно, для кого играют наши футболисты, если болельщики не, собственно, своим рублем никак не могут голосовать и участвовать в судьбе клубов. 65-10-99-6, телефон прямого эфира, код «Москва-495», мы уйдем на перерыв. Добрый вечер, снова мы, программа «Археология», сегодня «Археология Форбса», студия Сергей Медведев, мой соведущий, замглавного редактора «Форбса» Николай Мазурин, и сегодня мы беседуем с обозревателем «Форбс» Борисом Грозовским. Говорим мы о футболе. И, собственно, здесь такой, знаете, крик, вопль обиженного гражданина, да, вот я, например, признаюсь, я не болельщик, да, ну и почему-то вот за мои деньги должно происходить такое гигантское мега-шоу, которое кто-то определил важно для определенной части общества, важно, может быть, для всего государства, но не для меня лично. И оттуда постоянно приходят какие-то для меня угрозы, люди, которые шумят на улицах, переворачивают машины, бузят в вагонах метро, какие-то постоянно оскорбительные вещи, когда наши болельщики выезжают. То есть поддерживается государством какая-то вот эта вот огромная мега-сфера этого футбола, который при том всем не является футболом мирового уровня, как это уже очевидно, а на, собственно, миллиардный бюджет, большая часть из которого из наших с вами налогоплательических денег. Так вот, должно ли государство поддерживать профессиональный российский футбол? Звонок у нас из Америки. Слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте. Алексей, здрасте, да. Вы из Америки действительно звоните? Да, я действительно из Америки. Слушаем вас. Ну, у меня есть два, как бы... Естественно, футбол должен быть бизнесом. Это беспорно, это спорт, ну, мы займем его спортом большие достижения, это бизнес. Но наш российский футбол, к сожалению, я тут недавно услышал данные по бюджетам и невольно сравниваю с американской ситуацией, когда, извините, 280 миллионов в бюджет, у Анжи 180 миллионов и дальше у остальных ниже 80 миллионов. Должны быть ограничения, иначе, ну, вы понимаете, это уже не спорт становится, это уже деньги. Понятно. Недавно у меня был друг, с которым мы начинали заниматься спортом, там, примерно 40 лет назад. Он приехал ко мне в город в гости, вышел на футбольное поле и заплакал. И действительно, мужик, он стоял и плакал, потому что он никогда не видел такого футбольного поля в заштатном городишке. А таких полей в нашем заштатном городишке? Примерно 20. 20. Понимаете? Это поля с покрытием, на которых можно играть, ну, разве что трибунники, на которых может играть, ну, любая мировая команда такого уровня. Он сказал, что он за свою жизнь, за 50 лет играет всю жизнь в футбол, он ни разу не играл на таком поле. Это в Америке, где футбол пока не является национальным, да, основным базовым видом спорта. Это даже не бейсбол? Да, но он не является, он не является национальным, но я вам скажу следующее. Да, конечно, я вот еще играю в хоккей, я хожу играть в хоккей с нашими, в том числе с русскими ребятами здесь. И я вам могу сказать, что на наш город примерно, ну, на наш регион, у нас полмиллиона примерно населения. Ну, вот, к примеру, хоккей, я не буду говорить о футболе, потому что я, как-то, пройдя 20 лет футбол, возненавидел этот спорт. Значит, вот я играю в хоккей, у нас 100 команд, 100 команд, понимаете? Да. Я специально считал 10 хоккейных закрытых площадок и несколько чемпионатов. И в каждом университете, и в каждой хай-сколл команда. Вот примерно такая же ситуация с футболом. Потому что в каждой школе, мы можем говорить, ну, давайте мы вываливать по 180 миллионов долларов, ну, по 180 миллионов долларов на денег, и смотреть на этих клоунов в трусах, которые потом нам же еще любят все принять. Да, да, Алексей, согласен с вами. Спасибо, спасибо за звонок. Ну, как говорила советская пропаганда, да, два мира, два образа жизни, да, два мира, два шапира. Это ведь очень важный принцип, который, насколько я понимаю, обсуждается и в мировом футболе, фэр-плей. То есть попытка договориться, попытка ввести какие-то ограничения. Действительно конкурировать бесполезно, когда у одного из клубов, потому что он понравился арабскому или российскому шейху, бюджет становится на порядок выше, чем у других. Отсюда попытка договориться. Вот мы играем в этом чемпионате, здесь такие ограничения. Бюджет не должен превышать такой-то суммы, а контракт покупка одного футболиста не должна превышать другой суммы. Ну, я думаю, Борис, да, в условиях нашей тотальной непрозрачности и коррумпированности этой сферы, это, конечно, да, из области благих пожеланий. Ну, и все-таки я хотел бы отметить, да, что все попытки договориться и более-менее уравнять участников лиги, это все-таки про Америку. Как в NBA, так и в национальной хоккейной лиге, там устанавливается потолок зарплат игроков. Там есть какие-то четкие правила по контрактам, собственно говоря, сейчас в НХЛ локаут, потому что собственники клубов, руководство лиги и хоккеисты не могут договориться о четких правилах. Ну, основное препятствие, это как делить, собственно, доходы лиги между хоккеистами и хозяевами клубов. Ну, да, да. А если говорить о футболе, то, в общем, фэрплей, это скорее принцип, который касается поведения футболистов и на поле, и на поле, и на поле. Ну, да, это уже... Если говорить о бизнесе, то тут никакого фэрплея в футболе нет. У ФА пытаются обсуждать такие вещи, но они, по-моему, где-то в самом начале пути, видимо, да. Ну, да. До этого еще очень далеко, и... А уж в России, я думаю, этого вообще никогда не произойдет. Ой, ну, никогда уж, ладно, never say never. 65, 10, 99 и 6. Нужно ли отказаться от государственной поддержки профессиональных футбольных клубов? Наш давний слушатель Петрос. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я отметил бы три вредности в футболе. Сам я страстный был и болельщиком, и любителем. Я скажу, первое, олигархи там приносят вред российскому футболу, тем, что приглашают немеренным количеством зарубежных звезд, якобы. Например, мини-футбол. Сборная России сплошняком состояла из бразильцев, принявших это гражданство российское. То есть, на самом деле, мешает развитию российскому футболу. Так. Потому что им нужен сиюминутный результат, чтобы привлечь зрителей или что-то, или отчет перед Путиным, не знаю я. Но вторая вредность, что даже частные клубы, то есть спонсированные, скажем, Лукойлом или что-то, все равно они высасываются деньги из-за рядовых жителей, не спрашивая их. То есть, недра высасываются и так далее, полезные ископаемые, и свалив все на зарплату бешеную футболисту или кому-то, посредникам. И третья вредность, уже в комитете 300 написано, почему олигархи и такие олигархические чиновники ударились в футбол. Футбол имеет наркотизирующие воздействия, и народ как бы привязан смотреть постоянно матчи, и заодно и настоящие наркотики распространяют эти руководители мира. Понятно, понятно. Спасибо. Спасибо, Петрович. Четко все так разложили. Вот действительно, интересная здесь тема поднята, что футбол как некая социальная технология, некий социальный опиум, который, видимо, государство сознательно идет на эти затраты для того, чтобы... Ну, для поддержания социальной стабильности и для некой такой социальной технологии поддержания в том числе некого отряда болельщиков, может быть. Вот как вы считаете? Это откуда-то очень издревле, наверное, идет. Достаточно вспомнить про гладиаторские бои в Лиме. Тоже ведь своего рода технология выпуска пара и... Хлеба и зрелищ. Снятие агрессии, вытеснение агрессии. Здесь, я думаю, даже не столько вытеснение, сколько футбол в результате генерирует агрессию. Не столько он ее выпускает. Глядя, я не знаю, на этих болельщиков, возбужденных после матча, едущих в метро, тут, я не знаю, вот наш продюсер Дина рассказывала, попала она под замес просто. Возвращаясь в вагоне метро, я ни разу не попадал, но просто, так сказать, вот хрупкая девушка рассказывала, что там происходит. Она с трудом выбралась, как они там избивали людей неславянской национальной, неславянской внешности. Вот выкидывали из вагона, раскачивали вагон, орали и так далее. То есть, просто вот буквально человек со слезами в глазах рассказывал, случайно попавшая под замес. Я не могу понять, почему мы должны вот это вот содержать, с этим всем мириться и выводить это полностью из правового поля. Интересно, что болельщики как бы привержены национализму, даже вовлет себе. Мне вот недавно рассказывали, что «Зенит» даже не может покупать чернокожих футболистов, потому что болельщики их не принимают. Ну, как банан кидали там этому бразильцу. Ну, бразильцы не вполне чернокожие. Нет, ну, чернокожему бразильцу фанаты «Спартака», да, Николай, по-моему, был вот этот вот эпизод. Этот эпизод был в Самаре. И, в общем, там так вроде как и не выяснили, кто именно кидал. И вообще... Ну, да. Заинтересованные руководители клубов говорили о том, что это не наши болельщики, а это болельщики там... Чужие, да. Чужие. Засланные казачки. Конечно, спорный вопрос, была ли бы вот эта агрессия и национализм, если бы не было футбола. Может быть, люди точно так же бы ходили на матчи по водному полу, а после него били бы... Били бы, да, не славян. То есть место футбола занял бы какой-то... Как тут я не представляю. Не знаю, футбол какая-то такая вот платформа, на которой очень сильно радикализуются люди, организуются какие-то тоталитарные структуры. Вот, я думаю, мы об этом еще, да, поговорим. Интересный эпизод. Я в 1996 году ходил на матч Торпедо в Кубке Интертота. Торпедо играл из какой-то хорватской команды. Я сейчас уже не помню, но это, в общем-то, и не важно. Тогда была в разгаре война на Балканах, и футбольные фанаты Торпедо, дабы досадить приезжим футболистам скамейки и тренером, начали скандировать Караджич, Даркомладич и так далее и тому подобное. То есть они начали выкрикивать имена их непримиримых врагов Хорватии. Вот я не знаю, говорите мне так, что... Да, я очень сильно сомневаюсь, что, в общем, ребята, болеющие за Торпедо, были настолько хорошо подкованы в геополитическом плане. То есть, соответственно, наверное, кто-то проводил политинформацию и как-то подготовил их. Это был 1996 год. То есть это эквивалент того, что, как если бы болельщики противоположной стороны выкрикивали имена типа Геббельс, Гейлинг и так далее. Ну да, да. Ну да, понимаете, такое ощущение, что какие-то готовятся боевые отряды, которые падают на очень такую подготовленную фашистскую почву. Я думаю, нам не надо бояться этого слова в обсуждении футбольных фанатов, как фашизм, и, по крайней мере, протофашизм, подготовка фашизма. Но мы это еще обсудим во второй части нашей передачи. А пока что давайте еще послушаем звонки наших слушателей. 65, 10, 99 и 6. Надо ли нам отказаться от господдержки профессиональных футбольных клубов? Дайк. Правильно ваше имя слушаем, да? Да, да, впервые. Я хотел вот что сказать. Ну, во-первых, наверное, стоит отказаться. Потому что, в конце концов, это за наши деньги делается. И, ну, многим людям это не нравится, что кто-то нравится на этом, и что там творятся беспорядки. Но я хотел сказать вот что. Мне кажется, что футбол, так же, как и многие сферы жизни нашей страны, она, ну, очень показательна. Потому что, по идее, футбол должен быть такой же бизнес, как и шоу-бизнес, может быть, там, не знаю, кинематограф. Люди должны зарабатывать на этом. Если они будут зарабатывать на этом деньги правильно и честным путем, то это будет процветать. Да. А в России это происходит так, как обычно ведется бизнес в этой стране. Ну, в общем, там, опять же, те же откаты. И, ну, не знаю, все это очень некрасиво. Понятно. Это просто очень показательно, и я рад, что футбол такой, он показывает другим странам, насколько здесь все плохо. Вот какой, вот какой непатриотичный, да, понятно. Хорошо, спасибо. Еще, знаете, отдельную передачу сделаем как бы о стыде за Россию. Такое, мне кажется, чувство очень специфически русское. Пришло в голову, вот, я думаю, один из эфиров в начале следующего года сделаем. Очень любопытно. Хорошая тема, да. Да, 65, 10, 99 и 6. Надо ли нам отказаться от государственной поддержки профессиональных футбольных клубов? Максим, слушаем вас. Да, ну, мое мнение, что долгосрочные перспективы, конечно, надо. Просто государство не готово сделать это сразу, потому что для него это некая такая социальная нагрузка. И плюс, знаете, как говорится, дайте народу хлеба и зрелищ. Да, да. Просто если, вот, опять же, про там всяких радикально отстроенных людей, есть в том числе опасения, что вот эти люди, пусть они там, может быть, выплескнут своим отцом там на трибуне. Я не имею в виду, что агрессивно, да, а просто поорав там, по кричаву, там, поболев. Да. Но они не выйдут на улице. Мне кажется, что есть такая идея там у государственных мужей, они не готовы будут сказаться от футбола. А вторая, она, кстати, была озвучена, это действительно погоня за быстрыми результатами. В принципе, если вообще посмотрим на весь российский спорт, то сегодня туда ввалено огромное количество денег. Я не могу сказать, что я приветствую, что ряд профессиональных спортсменов, которые там встывают с огромных результатами для страны, они стали зарабатывать достойные деньги. Но, тем не менее, ряд денег сильно огромная масса уходит там зарубежным игрокам. А зарубежным тренерам зачастую бестолку. Ну да, естественно, пример дико адвоката у нас у всех перед глазами. Да, не только его, там, у нас он не первый тренер. Да, да. Понятно, Максим, спасибо, спасибо. И у Ивана вопрос есть. Слушаем вас. Да, вот, здравствуйте, Иван. Добрый вечер. Я целиком поддерживаю Максима, как раз хотел вот по этому поводу продолжить мысли. Вот вы знаете, вот как бы хорошо вот так вот получается. Ну, футбол уже практически стал государством за какой-то неотъемлемой частью. Но если вот так вот посмотреть, на прошлых выборах как бы не было кандидатов вот никаких. Выборах чего? Кого? Ну, президента, Думы. А, вы имеете в виду государственного федерального? Нет, не было кандидата. А вот так на членство сборной России кандидат нашелся за рубежом. Как бы, а почему бы, в общем-то, и в Думу не выбирать, так и на президентский пост? Варягов, Варягов. Хорошо, ну да, собственно, набрать Бразилию. Ну, собственно говоря, опыт-то есть. Ну да, да. То есть тоже спасибо. Хороший, хороший, хороший вопрос. Так что, почему бы 65, 10, 99 и 6. Нужно ли нам отказываться от государственной поддержки профессиональных футбольных клубов? Ну вот мы вышли на такую тему, что футбол как большой государственный проект. Действительно, это некое социальное обязательство государства и часть, видимо, корпоративной социальной ответственности. Да, если посмотреть, как это, наверное, РЖД понимает, Лукойл понимает. Ну, это, знаете, я бы не стал говорить так однозначно. Если, допустим, в каком-то моногороде есть единственная команда, условно, по хоккею, то, наверное, ее можно рассматривать, финансированные этой командой, как некий социальный проект. Да, но вот Петербург является у нас культурной столицей. Но какой Зенит для Петербурга — это социальный проект? Зенит — это не социальный проект для Петербурга. Зенит — это проект для высокопоставленных болельщиков из Питера, которые, видимо, хотят, чтобы команда из их любимого города становилась чемпионом и показывала себя во всей красе, я не утрирую, на европейской арене. Пока, правда, не получается, но тем не менее. Вот это некая игрушка, скорее. Ну да, здесь я согласен. Здесь, скорее, да, не социальный проект, а игрушка для богатых, игрушка для олигархов. Вы знаете, как и многое в нашей стране, реклама — это очень часто игрушка. Она не несет на себя никакой серьезной коммерческой нагрузки. А вот хочется человеку пропиариться или жену свою снять там в рекламном ролике или детей своих показать. Вот я сейчас очень много езжу по Москве, под Москвой встречаю такие, вот очевидно совершенно, да, рекламы — это явно такие заказные вещи для одного человека, имиджевые. Вот футбольные — то же самое. Социальным проектом было бы, конечно, развитие детско-юношеских спортивных школ, значительно более массовые, чем сейчас. Сейчас введение, много раз обсуждавшееся, например, шахмат в обязательную школьную программу в начальной и средней школе просто потому, что это развитие мышления, ну и так далее. Ну да, да. Ну и политически, я думаю, здесь тоже связка достаточно сильная. Если вспомнить, что тот же Аршавин, которого мы сегодня уже склоняли, он является доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Ну вот, и вот эта вот как бы идентификация первых лиц государства с нашими футбольными, ну скажем, недостижениями, ну хотя бы, да, звездами, она тоже здесь играет роль. Ну, собственно, понятно, тогда для кого Аршавин играет. Он играет не для болельщиков обычных, он играет, видимо, для самых несопоставленных болельщиков. Ну да, здесь, понимаете, как интересно получается, что, собственно, вот недемократизм, да, отсутствие подлинных социальных лифтов, вот этой вот вертикальной мобильности в данном случае, да, ну лифтов, которые могли бы транслировать желание, да, чаяния простых болельщиков на уровень игры нашей сборной, на уровень игры наших звезд, они отсутствуют. Потому что, собственно, как мы не являемся стейкхолдерами нашей политики, как мы не являемся стейкхолдерами нашей Государственной Думы, точно так же мы не являемся стейкхолдерами нашей сборной и наших клубов, которые играют для каких-то других людей, для каких-то других дядей, для Путина, для Миллера, для, там, я не знаю, Медведева одного или второго, Газпромовского или второго. Вот, очень интересно, как футбол в результате, политическая система опрокинута, как в зеркало отражена в футболе. Мы уйдем на небольшой перерыв. Добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о футболе. У нас в гостях Борис Грозовский, обозреватель журнала «Форбс», написавший сейчас в «Форбсе» статью о российском футболе, бессмыслимом и беспощадном. И мой соведущий сегодня Николай Мазурин, замглавного редактора журнала «Форбс». 65 10 99 6, телефон студийный прямого эфира. Звоните нам и скажите, надо ли нам отказаться от господдержки профессиональных футбольных клубов. И давайте посмотрим тоже по СМС-голосованию. СМС на номер 5533 пришлите с буквой «А», если вы считаете, что нужна государственная поддержка футбольных клубов, и с буквой «Б», если вы считаете, что российский футбол, профессиональный футбол должен быть на самофинансировании, на самоокупаемости. 5533 «А» господдержка, «Б» на самоокупаемости. И телефон 65 10 99 6. Вот этот вот сценарий. Вы считаете, футбол и дня наш не протянет, если попытаться перевести на самоокупаемость? Люди готовы платить рублем за тот футбол, который они видят? Телевидение, скажем там. Ведь у нас же нету... Ну а почему нет? Не продаются права на трансляцию? Еще как продаются. Это же... Помните известные реплики на тему, что опять там что-то мутко намутил? Это когда матчи футбольного чемпионата переводились из бесплатного доступа на НТВ+. На НТВ+, да. Да. То есть сейчас они в платном доступе. И, насколько я понимаю, один, по-моему, матч, да, или два из каждого тура транслируются по общедоступным каналам. То есть клубы какие-то деньги получают. Мне кажется, что вполне все выдержат самоокупаемость и просто будет как бы научиться считать деньги. Не будут покупать звезд за столько, за сколько покупают сейчас, а попытаются вырастить талант самостоятельно или найти... А за счет билетов? Сколько сейчас стоит билет на футбол? Ну, билет на футбол стоит в зависимости, естественно, от матча, от сектора. Это Лига Чемпионов или это чемпионат? Ну да. Ну, это чемпионат России. Ну, чемпионат России. Билет стоит там 300-500 рублей. То есть примерно так же, как в кино. Как в кино, да. Но уже не как в театр. В театр ты на такие деньги не сходишь. И на концерт классической музыки ты на такие деньги не сходишь. Я думаю, что если сейчас переводить все клубы на самоокупаемость, то чемпионат может закрывать. Просто ни один клуб не сможет сам себя обеспечивать. Вот Борис правильно сказал, что да, у нас права продаются, но по европейским меркам это копейки. Вот очередной контракт с НТВ плюс подписан, по-моему, там на 100 или 100 с небольшим миллионов долларов на 3 года. Если сравнить, допустим, может быть, это не очень корректно, но если сравнить с Англией или с Италией, то это просто на порядок меньше. Там подписываются контракты в Англии больше, чем на миллиард. А там зрители платят за трансляции? Там на клубы подписываются за трансляции? Там Манчестер, Юнайта? Там Лига подписывает контракт с телевизионщиками, получая деньги, и деньги эти делят между клубами. Причем, вот, например, в Испании Лига делит эти деньги с точки зрения некоторых клубов несправедливо. То есть там основные деньги достаются сильнейшим клубам, которым повышенный интерес. Это Барселона и Реал, они получают намного меньше, чем получают слабые клубы, там какой-нибудь Хетафи условно. И в этом отношении еще больше происходит дифференциация и отрыв между богатыми и бедными клубами. 65, 10, 99 и 6. Нужно ли государственное финансирование профессиональным футбольным клубам в России? Вот Лариса, кажется, считает, что нужно. Лариса. Нет, вы ошиблись. Я как раз наоборот считаю, что они очень-то и нужны. Слушаем вас. Ну, возможно, им так и нужно. Вопрос в том, насколько нужно это болельщикам. Я себя к таковым, как-то не странно, отношу. В принципе, мне кажется, что те суммы, которые государство выделяет на поддержку футбола, в частности, вот эти миллиарды, там, на сборную, на тренеров, там, или от промыски и бешеные деньги на «Зенит», они лучше бы не выделялись, тогда не было бы так обидно, что они не покупаются. Да, да. Если сейчас наш футбол имеет претензии быть европейским, там, международным, и раздувать затраты до каких-то там невероятных сумм, то пусть лучше он сначала издует свои ожидания до своих возможностей, нарастит на собственных силах, на собственных ошибках какой-то реально наработанный авторитет, скажем так, пусть даже там неконкурентоспособный в Европе на каком-то этапе. Но зато это будет понятно, что деньги выделяются на это адекватно, и вот поэтому мы имеем то, что имеем. Ну, понятно. А когда мы имеем затраты на валап, получаем лягушку, то возникает вопрос действительно, а как вообще, зачем это все? Да. Ну да, Лариса, я думаю, здесь вы, так сказать, наступили на самую больную позоль российской экономики. Деньги выделяются у нас не для эффективности, не для того, чтобы получить вала, а деньги выделяются для того, чтобы их распилить. Борис. Ну, я бы тоже вот заметил, да, что если ровно те же суммы, которые сейчас государство и госкомпания тратят на поддержку профессионального футбола, просто вот не уменьшая ни на копейку, а направить на эти самые детско-юношеские спортивные школы, спортивные базы и так далее, то есть инвестируют тоже в спорт, но в его как бы массовую подпитку и инфраструктуру. Ну, наверное, у клубов была бы возможность существования за счет того, что они подпитывались бы молодыми талантами и так далее. Напомню, телефон нашего, вернее, смс-номер нашего смс-голосования 5533. Пришлите нам смс с буквой А, если вы считаете, что нужна государственная поддержка профессионального футбола в России, профессиональных футбольных клубов, и Б, если вы считаете, что клубы должны быть на самофинансировании, на самоокупаемости. 5533 А, господдержка, Б, самоокупаемость. Андрей на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, вот Борис сейчас фактически опередил мою речь. Я что хотел бы сказать? Я, ну, в принципе, категорически против финансовой поддержки государственных профессиональных клубов. Объясню почему. Вы знаете, у нас очень хотим мы развивать спорт. Сейчас там президент, везде вот эти программы по развитию спорта. Но фактического вливания денег в те вещи, которые могли бы подпитать наш профессиональный спорт, до туда деньги фактически не доходят. И поэтому, если взять вот эти деньги, которые мы направляем на профессиональные команды, и помимо этих денег еще команды привлекают спонсоров, и направить их на развитие детско-юношеского спорта, значит, мы получим в будущем очень огромный прилив профессиональных игроков, которые мы можем влить в наши профессиональные команды. Понятно, понятно, Андрей. А получается так, что у нас сейчас тот же «Газпром», понимаете, он вкладывает государственные деньги, все там тот же «Зенит» бегает с майкой «Газпрома», фактически государственные деньги, понимаете, еще привлекая к этому коммерческие там всякие деньги. У нас игроки-футболисты получают сумасшедшие зарплаты, и фактически их, в общем-то, можно сказать, не отрабатывают. Да, да, согласен, согласен с вами, Андрей, спасибо. А вот говоря о сумасшедших деньгах, да, бешеные деньги по-островскому, о том же «Зените», а вот, Борис, о стадионе, скажите, там же вообще история какая-то, она вообще фантастическая, во сколько там, в 50 раз они перекрыли первоначальный бюджет? В 54 раза. В 2000 году стадион стоил 30 миллионов долларов по тогдашним деньгам, сейчас практически полтора миллиарда, полтора миллиарда долларов или 44 миллиарда рублей. Это самый дорогой стадион в мире, получается. Он будет самым дорогим, он перекроет в Эмбли, который стоит примерно миллиард триста, если перевести фунты британские в доллар. Но у Эмбли есть шансы выйти на самоокупаемость, даже с учетом того, что они строили на кредитные деньги и сейчас возвращают этот долг с процентами. За стадион «Зенита» никто никаких кредитов никому возвращать не собирает. И никакого аудита, никакого оправдания, почему он должен бы стоить в 54 раза дороже первоначальной цены. На днях один мелкий чиновник питерской МЭЛИ вылез с заявлением, что «Транстрой» — это компания Олега Дилипаски, которая занимается строительством этого стадиона и который на последнем этапе поднял оценку стоимости с 38 до 44 миллиардов рублей. Может быть, все-таки сможет построить стадион за 38. А на следующий день этого чиновника уволили. — О, как, ну, конечно, на святое замахнулся. И было же еще заявление Полтавченко, что болельщики должны скинуться. После чего это губернатор жлоб, вот этот возник, мем. Ну, вообще, не знаю, вот то, что вот это все, мы об этом, обо всем говорим с такой, да, легкой полуулыбкой, то, что все все знают и все это уходит в какой-то песок, в наш неизбывный песок российской жизни, я не знаю, хочется волосы рвать на себе, бить, я не знаю, кулаком по столу. Как, как это возможно? Почему никакие вообще ни аудиты, ни действия, ничего? — Дерипаска при этом один из немногих магнатов, у кого нет своего футбольного клуба, правильно я говорю? — Ну, он принимает участие в структуре его финансирования Кубани, Краснодарской, да, так или иначе. Но я думаю, там затраты значительно меньше, чем у государственных компаний. — Чем доходы на строительство «Зенита». И можно представить, что будет, что происходит в связи с чемпионатом мира 2018 года, со строительством инфраструктуры и стадионов. Это тоже в разы, наверное, это очередной, как бы, как раньше говорили, Панама, да, весь XX век был такой нарицательное слово «Панама», да, это очередная Панама, знаменитая афера при строительстве Панамского канала. Сейчас надо говорить очередной Сочи, да? — Ну, насколько я понимаю, там не очень пока ясно объем финансирования, но очевидно, что, уже сейчас очевидно, что это будут огромные деньги, я думаю, триллионы рублей. Прежде всего, начали говорить о том, что будет построена необходимая инфраструктура, эта инфраструктура потом пригодится и так далее. Ну, возможно, железная дорога скоростная, если она будет построена и пригодится. Но кому пригодится сорокатысячный стадион в Саранске, при всем уважении к этому городу, я не очень понимаю. Вообще, ведь известны же истории, связанные с олимпийским строительством. Объекты эти олимпийские после того, как заканчивается Олимпиада, они стоят, пустуют, не эксплуатируются, там живут бомжи и в Афинах так, и в Пекине все не очень хорошо. Так что, как бы, инфраструктура, инфраструктура, но... Борис? Железные дороги дают несколько меньше денег, чем она просила, поэтому она уже сказала, что будет строить не высокоскоростные, а среднескоростные, значит, магистрали. А там ведь действительно как-то все очень странно обстоит с выбором даже мест. Просто пока не совсем понятно, сколько будут стоить стадионы, какие, где, как, чего, про это нет еще таких отчетливых данных. Но даже выбор городов, да, вот Саранск почему-то получил, Ярославль почему-то нет, хотя он близко от Москвы. И поезд прямой, да. Да, еще, насколько я понимаю, Ростов... Не Ростов сильно обижен, Краснодар, в котором есть два клуба премьер-лиги, Кубань, вот о котором мы сегодня сказали два слова, и Краснодар, эта команда так и называется, Краснодар, она... Это Ткаченко, да, Герман Ткаченко? Она принадлежит одному, еще одному члену списка Форбса, Сергею Галицкому. А, Галицкому. Он основной владелец, да, сети Магнит. Ну, в общем, Краснодар, тем не менее, остался не у дел. Ну, в общем, я не знаю, по большому счету, вот те цифры, которые здесь озвучиваются, и бюджета клубов, и бюджета всего чемпионата, и чудовищные цифры, которые по бюджету строительства стадионов, то есть футбол — это какая-то гигантская черная дыра, типа, вот, я не знаю, саммита АТС, типа Олимпиады в Сочи. Черная дыра, в которую закачиваются гигантские средства, которые неизвестно кем и неизвестно как осваиваются под предлогом некой социальной значимости этого спектакля. Любопытно, вот, кстати, ведь в этом году все это прошла Украина, а, Николай, я не знаю, ты видел Евро, да, в этом году? Да, более того, я ездил даже. Вот я поэтому и спрашиваю, да. Насколько я понимаю, хотя там тоже было очень много, очень много таких зряшных расходов, и несмотря на то, что, как и у нас, клубы поддерживаются местными олигархами, все-таки как-то это прошло несколько, несколько скромнее, что ли, чем у нас. Вот твои впечатления. Ну, я не знаю, с чем сравнивать, то есть для того, чтобы сравнивать, нужно посмотреть, как у нас пройдет чемпионат мира и потом сравнивать. Но, в целом, мне не показалось, что на Украине были вложены какие-то огромные деньги в инфраструктуру, в бизнес, связанный с туристами и так далее. Ну, что можно отметить? В том, что гостиницы в Киеве на период проведения евро цена проживания выросла там в 10 раз. Но это знакомое, да. Да. Ну, билеты на матчи тоже стоили, особенно по меркам Украины, достаточно дорого. Кстати, именно поэтому даже на финал евро билет можно было купить по номиналу, чуть ли не ниже номинала непосредственно перед матчем, потому что не могли никому их продать, да. Они построили несколько стадионов, но там не было ни одного стадиона за 44 миллиарда рублей. Вот в Харькове я видел. Да, они реконструировали стадион в Киеве, олимпийский стадион, Донбасс-арена, собственно, на которой проводились матчи в Донецке. Ринат Ахметов построил ее под собственный шахтер, и это не были деньги, связанные с бюджетным финансированием Киева. И это не были какие-то вот такие совсем безумные затраты? Ну да, понятно. Ну, по полутора миллиардов долларов там, конечно. Понятно. Последний раз напомню наше СМС-голосование, 5533, нужно ли поддерживать, нужна ли господдержка российскому футболу? Нужна буква А, господдержка профессиональным футбольным клубам, и Б, клубы должны быть на самофинансирование. 5533. Последнюю тему в остающейся нам минуты, которую я хочу поднять, это зачем государству вот такая вот поддержка болельщиков? Смотрите, Путин встречается с болельщиками, то есть выделяется некая социальная группа, достаточно маленькая, достаточно локальная, но именем которой очень многое покрывается, в том числе и вот эти вот гигантские затраты. Ну, во-первых, группа не такая маленькая, даже футбольных фанатов, хулиганов, их достаточно много, не говоришь о простых болельщиках. А какое, десятки тысяч или сотни? Ну, нет, сотни вряд ли, но десятки тысяч это совершенно точно. Вот, причем эта группа действительно мобильная, она очень организованная, на эту группу, наверное, можно положиться, наверное, можно возлагать какие-то на нее задачи. Вот Химкинский лес, например, очень удачно они защищали от его защитников, зачищали от его защитников. Ну, например, Химкинский лес, да, или не все понятно с ситуацией на Манежке, на Манежной площади, когда футбольные фанаты вышли туда с лозунгами «хватит кормить Кавказ». То есть, вот, я не верю, что это была какая-то спонтанная стихийная акция, наверное, были какие-то дирижеры. Вот как раз нам Михаил пишет на сайт, к вопросу о большой любви фанатов к нашей стране. Весной ехал в пригородной электричке, время было около 18.00, заполнение вагонов 60%, были в том числе и маленькие дети. На одной из станций в черте города Москвы вошло человек 30, лет 15-18, с флагами одного из клубов, с криками дагестанцы, дальше нецензурное слово, и Россия для русских. Прошли по вагону, орали матом, разбили в тамбрах все стекла, лампочки поломали все оборудование вагонов. Считаю, это позор нации, никто мне не сможет доказать, что это спасители России, борцы с кавказцами. Это русские свиньи, не более того, лично мне стыдно за таких соотечественников, и при чем здесь футбол? Действительно, здесь такой риторический вопрос, при чем здесь футбол? К сожалению, вот то, что сейчас называют «околофутболом», все, что произошло на матче «Динамо-Зенит», все эти листовки, все эти хулиганы, которые разбивают вагоны, к сожалению, это все тоже затмевает образ того чистого футбола, который изначально был нашим видом спорта. Я благодарю вас за участие в этом эфире. По голосованию нашему 100% проголосовавших против того, чтобы была господдержка, то есть все считают, что клубы должны быть на самофинансирование. У нас сегодня был в гостях Борис Грозовский, обозреватель «Форбс», замглавный редактор журнала «Форбс» Николай Мазурин, я ваш верный археолог Сергей Медведев, ну и уже подводя этот итог, знаете, хватит кормить футбол, как хватит кормить Кавказ. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok